Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – панель управления. То есть как только вы авторизуетесь в админской части Joomla, мы попадаем, так сказать, на главную часть админской части, да, C-Panel. Давайте о ней поговорим, что здесь есть, как этим управлять. А, кстати, вот здесь вот можно вот так вот скрыть панель, у кого маленький монитор, или кому так удобней. И также развернуть. Давайте сначала начнем вот с самого верха, да. Здесь у нас есть в этой панели управления версия Joomla. Дальше сообщения различного рода от Joomla. Дальше ссылка на, по сути, фронтальную часть сайта. И ссылка на… Вы вошли, как Федор. Здесь нам показывается информация, параметры профиля. Можно перейти и посмотреть нашего профиля. Параметры доступности и выйти. То есть, по сути, разлогиниться, если нужно. Вот так с админки можно это сделать. Мы можем всем этим управлять. Скрывать эти элементы как отсюда, так и добавлять в эту позицию. Позиция называется модульная. Позиция статус. То есть это все выводится некими модулями. Также и ниже. Там, где вы увидите сайт, систем и так далее. Но прежде чем про нижние модули говорить, давайте сначала разберемся вот с этим сообщением. Здесь Joomla говорит, что она будет собирать некую статистику. Вы вот здесь вот все можете прочитать. Но на самом деле, кто его знает, какую там статистику собирают, нам это, я думаю, не нужно. Здесь можно выбрать всегда, периодичность отправки данных ваших, один раз или никогда. За все это отвечает системный плагин. Я вам предлагаю его отключить. Здесь есть ссылка. Давайте это сделаем. Если хотите, конечно, вы можете оставить данный плагин. Вот по этой ссылке переходим. Вот внизу находим система статистика Joomla. Можно перейти в сам плагин, посмотреть, как он устроен. Интервал времени в часах. Периодичность отправки всегда стоит. То есть можно здесь в плагине настроить. Я предлагаю его отключить. Сохранить закрытие. После отключения плагина, если мы обновим страницу админской части, это сообщение сверху исчезает. Теперь про вот эти вот позиции. Это на самом деле быстрый доступ к важным элементам сайта, которые вам необходимы. То есть материалы – это статьи, категории – это, по сути, разграничение материалов по категориям, плагины, модули, медиа-менеджер, пользователи. Все это дублирующие кнопки, которые доступны слева в меню. Например, пользователи. Этот список можно разворачивать. Материалы. Контент. Категории. Вот они, категории. Просто здесь это удобно. Быстрый доступ. Сразу перейти. Чтобы не делать несколько кликов, в один клик перешли в материал. Кликнув по вот этой плитке, больше ее части, мы попадаем как бы в список материалов. Просто сейчас здесь ни одного материала не создано. Если мы нажимаем по плюсу рядом с этими материалами, то это уже ссылка непосредственно на создание статьи. То есть быстрый доступ вот открывается. Сразу создать статью. Писать заголовок и так далее. И все эти элементы, вот эти вот кнопки, они аналогичны. То есть здесь у нас контент, здесь у нас там очистить кэш, системные какие-то действия, уведомления. Здесь можно навести порядок, скрыть те блоки, которые вам здесь мешают, не будут вообще нужны, или добавить что-то еще свое. И вот смотрите, что я предлагаю сделать. Вот, например, вот этот блок, установка демо данных, если вы рабочий сайт создали, он вам здесь вообще никогда не пригодится. Напротив каждого вот этого блока здесь есть своя такая шестеренка. По клику мы можем редактировать или снять с публикации. Снять с публикации, он отсюда исчезнет. Или нажать в этом модуле управления, и вот они, демо данные. Это два плагина, которые отвечают за это. Мы можем просто их отключить. Но они нам не нужны, по сути, в рабочем сайте. Если я их отключаю, отсюда он исчезает. Потом у себя на сайте я бы отключил. Но вы, конечно же, сами решаете, что вам удобно. Что отключать, что нет. Например, последние действия. Вот пользователь админ, то есть я снял с публикации плагины. То есть здесь будут все действия показаны. Вдруг на сайте работают несколько администраторов, и вы будете видеть все действия на сайте. Кому-то важно, если вы один администратор, зачем вам эти действия. Поэтому можно просто снять с публикации. В любом случае, это все можно назад включить. Если вдруг вы передумаете, внизу будет вот такой вот модуль, добавить модули, и вы можете добавить любой модуль. Здесь на русском языке все написано. Просто читайте, что вам может понадобиться. Например, вот такой модуль «Информация о сайте». Модуль для отображения статистики сайта и информации о сервере. Если кликаем по данному модулю, появляются его настройки. Заголовок. Можно написать все, что угодно. «Информация о сервере показать или нет» можно переключить. «Информация о сайте показать или нет». Дальше смотрите. Вот в этой части заголовок «Показать или нет» это вот этот заголовок. Опять же, это модуль только в админской части. Вы будете видеть, люди вашего сайта видеть его не будут. И вот важный момент. Позиция. Вам нужно правильно выбрать позицию. Например, C-Panel. Вот это позиция для этого модуля. Состояние опубликовано. Больше здесь, в принципе, вам пока ничего не нужно. Сохранить закрыт. Вот смотрите. Появляется модуль здесь, в этой панели. Вот этот заголовок «Информация», которую я только что назвал. И вот она. Видите, какие версии я использую в сервере. PHP, MySQL, кеширование отключено на сайте, GZIP отключено, пользователь зарегистрирован один. Даже отсюда можно перейти и посмотреть пользователи. То есть это я. Будет больше пользователей, и, естественно, здесь эта информация будет показана. Опять же, по шестеренке можно редактировать. Вот этот заголовок «Информация» вы поняли, где отображается, да? Вот здесь. И также здесь все на английском заголовке тоже можно переименовать на русский, потому что здесь у каждого есть своя шестеренка. Редактировать, пожалуйста, можете менять. Эту информацию тоже мне не нужна. Я прекрасно знаю, какой у меня сервер. Это бы я тоже отключил. Просто вы начинаете понимать, как здесь работать, и заодно наводим порядок, чистоту в этой части, оставляем только самое необходимое. В процессе пользования вы быстро поймете, каких быстрых кнопок вам не хватает сюда добавить. Вот, например, я часто захожу в систему стиля шаблона, чтобы попасть в главный шаблон Casio Pio родной шаблон Joomla. Или у вас будут здесь другие шаблоны потом установлены, чтобы сюда быстро, видите, попадать. Приходится сколько делать нажатий. Например, вот в этот модуль его можно добавить. Смотрите, как это делается. То есть, можно и удалять ненужные здесь кнопки и добавлять. Кликаем по шестеренке, далее редактировать. Рассмотрим данный модуль. Во-первых, по-русски можно здесь написать, чтобы у вас было на русском. Я написал быстрый доступ. Здесь вы можете видеть то, что можно отключить. Не показывать. И внизу стили. Вот нам нужен стиль, если вы хотите быстрый доступ к шаблону. Я переключаю. Включить. Сохранить. Закрыть. Вот здесь теперь на русском. И добавляется, видите, новая кнопка стили. То есть, быстрый доступ. Видите, сразу Casio Pio к шаблону я получаю. Далее блок зарегистрированные пользователи. Если вам нужно видеть количество пользователей, то есть, последние пять, то можете оставить этот блок. Но я у себя такое не хочу видеть. Снимаюсь с публикации. Мне такое здесь как бы не нужно. Далее блок популярной статьи. Статей пока нет. Будут отображаться, когда статьи добавите на сайт. Мне тоже это не нужно. Например, я один автор. Опубликую статьи. И зачем мне здесь выводить эту информацию? Внутрь заходить не обязательно. Можно просто снять с публикации. Итак, панель мониторинга конфиденциальности. Многие модули мы будем более детально рассматривать позже, поэтому здесь я подробно не останавливаюсь. Я убираю все, что мне здесь не потребуется. И делаем вот такую красоту, чистоту. Оставляем только самое необходимое. Вот так вот все почистил и добавил все то, что мне здесь будет удобно. быстрый доступ к элементам. Теперь позиция статус. Верхняя позиция. Здесь у нас нет шестеренки отключения. Например, вы тоже захотите отсюда все убрать. И сюда можно же и добавить. Позже мы будем в видео рассматривать, что туда интересно можно добавить. Вот именно верхнюю панель. Все это, все это, все эти модули. Вы можете перейти прямо отсюда модули. То, что вы видите. Это модули для сайта, для фронтальной части. Bradcrumbs включенный модуль это хлебные крошки, меню и авторизация. По сути, вот этот модуль меню. У нас сейчас на сайте виден модуль авторизации. То есть, это тоже можно все отключить, менять позиции и так далее. А вот это хлебные крошки. То есть, путь до конечного материала, например. То есть, это полезно и для SEO, и для пользователей. Но можно тоже отключить. Вот они, три модуля. Но вот здесь вы можете выбрать панель управления и как раз таки увидеть все отключенные, включенные вот эти модули, которые мы с вами только что настраивали. Вот здесь можно отсортировать, например, чтобы показывались только включенные. А еще можно посмотреть позицию, например, статус. Если я выбираю, то здесь показана Joomla version. То есть, получается, смотрите, вот этот. Если вы не хотите отображать здесь вообще версию Joomla, по каким-то причинам вам это неинтересно, можно снять. И сразу видим, все, он отключился. Здесь он больше не покажется, пока вы его обратно, этот модуль не включите. Multilanguage статус. Модуль включен, но у нас ничего не вводится, потому что у нас это не настроено. Вот этот модуль, это у нас будут здесь выводиться разные сообщения Joomla. Если вам это не нужно, вот так, видите, можно скрыть. Дальше, ссылка на фронтальную часть сайта и вот эту кнопку с меню управлением. Например, вот выключаемся. Видите, нет. Выключаю, все. Чистые, а вот эта плашка верхняя без абсолютно модулей. Если вам так нужно, вам так нравится, какие-то такие есть условия, что надо все это убрать, все можно отключить. Я включу назад вот эти вот необходимые вещи. таким образом вы понимаете, как устроен этот механизм. Сможете теперь самостоятельно вести порядок в панели управления. На этом видео я заканчиваю. в панели управления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!